Формула-1 впервые за последние 7 лет вернулась на Нюрнбург-Ринг. Правда, возвращение оказалось неординарным. Вместо привычного названия Гран-при Германии, гонка именовалась Гран-при Айфеля. Так называются окрестные горы. Но куда больше и зрителей, и команды волновали даты уикенда. В середине октября на западе Германии уже холодно. Погода начала капризничать еще перед свободными заездами. Из-за тумана их пришлось отменить, оставив пилотам лишь короткую субботнюю тренировку. Дальше больше. Температура воздуха по ходу уикенда не превышала 10 градусов. Поэтому гонщики жаловались на замерзшие руки, а инженеры – на плохо работающие шины. Впрочем, все эти негативные факторы не помешали Льюису Хэмилтону уверенно выиграть, одержав 91-ю победу за карьеру. По этому показателю он догнал легендарного Михаэля Шумахера. Макс Ферстаппен финишировал вторым, оставив за собой лучший круг гонки. Третьим стал Даниэль Рикардо, который впервые за сезон поднялся на подиум. Наш Даниэль Квят по ходу заезда был подбит Алексом Элбаном. Для россиянина инцидент закончился поломкой переднего антикрыла, из-за чего Квяту пришлось менять носовой обтекатель болида. Поэтому на финиш Даниэль добрался последним. Хочется верить, что гран-при Португалии, запланированный на конец октября, сложится для нашего соотечественника удачнее. Из прохладной Германии отправимся в тёплую Чечню, где на автодроме крепость Грозная прошла традиционная четырёхчасовая гонка Ахмат Рейс. В этом марафоне главными претендентами на победу тоже были экипажи на Мерседесах. С первогонку возглавил Денис Ременяка, который, однако, на 11-м круге уступил натиску Виктора Шайтара. Но, как только за рулём оказался многоопытный Михаил Алёшин, машина под номером 13 снова стала первой. Через полтора часа после начала марафона Шайтар и вовсе был вынужден сойти по техническим причинам. На обязательном пидстопе механики увидели, что обломок, отлетевший от одной из круговых машин, пробил радиатор двигателя. В итоге у дуэта Ременяка-Алёшин остался один соперник – экипаж Ивана Лукашевича и Антона Немкина. Две машины вели спор за лидерство до самого финала, но победа досталась Денису Ременяка и пилоту СМП «Рейсинг» Михаилу Алёшину. А третьими стали Егор Фокин и Николай Карамышев на Audi RS3. Денису Ременяка-Алёшин